Hey! Сегодня речь пойдет об идеальных аргументах для задания 40 в ЕГЭ по английскому языку, а именно opinion essay. Существуют ли такие, где их взять? Сегодня расскажу. So let's go! И небольшая организационная часть. Мы успешно завершили первый поток курса ЕГЭ для преподавателей. Отзывы уже выкладываю, и даже есть видео-отзыв, чему я бесконечно рада. И открываю второй поток курса ЕГЭ для преподавателей. Буду рассказывать о том, как подготовить успешно ребят на гарантированный положительный балл за 5 месяцев. Это действительно реально, и я рассказываю прямо по пункту, как это сделать. Для того, чтобы записаться на курс ЕГЭ для преподавателей, напишите мне личное сообщение. Хочу на курс ЕГЭ для преподавателей. И также открываю набор практический курс, тот, который был в том году, и суперэффективный для ребят уже в середине ноября. Суть его в том, что мы будем подробно разбирать каждый вариант ЕГЭ с ФИПИ. То есть это будут не просто разборы из вот этих стандартных сборников, которые переиздаются из ГОДОМА. А мы будем делать актуальные варианты на сегодняшний момент, те, что есть в банке заданий. Шая вариант с ФИПИ. Мы увеличиваем вероятность повтора этого задания в реальном экзамене. Вот так-то. А теперь про аргументы. Итак, для начала расскажу о структуре самого эссе. Опиниен из САИ состоит из пяти абзацев введения аргументы за выражение собственной точки зрения, их два или три. Третий абзац – это контраргументы, противоположные вашему мнению, их один или два. Четвертый абзац – это опровержение третьего абзаца. Каждый из контраргументов третьего абзаца должен быть опровержен вами. Важным аспектом является то, что вы не должны повторять второй абзац. Палец вверх. И пятый абзац – это вывод, где вы настаиваете на собственной точке зрения. Ни в коем случае нельзя притяживаться нейтральной точки зрения, типа «Pers up to you to decide what to choose». Опиниен из САИ характерно именно тем, что вы настаиваете на своей точке зрения. И теперь к тому, как писать грамотно аргументы и из чего вообще состоит грамотный аргумент. Как сделать так, чтобы вы его засчитали. Итак, аргумент равно Важным аспектом является, что пример должен быть развернутым. То есть, пример типа Это не аргумент. То есть, сказать, что я люблю яблоки, потому что они зеленые – это не работает. Это ноль баллов. Грамотный аргумент в данном случае будет То есть, вы конкретизируете, рассказываете, почему именно вам нравится книга. Потому что захватывающий сюжет, необычные персонажи. Именно поэтому она вас зацепила. Это аргумент. Плюс один в вашу копилку баллов. Теперь к вопросу о том, откуда брать эти качественные аргументы. Потому что очень сложно все держать в своей голове. И иметь качественные аргументы на любой аспект жизни. Здесь на помощь вам приходят сборники эссе. На своем курсе я пользуюсь книгой «157 эссе», о которой я уже рассказывала ранее. Так вот, ваша задача – выписать оттуда идеи. То есть, это пособие «157 эссе» и может быть, в принципе, любой сборник эссе. Очень удобно они там разбиты по топикам. То, что нам нужно. Например, вы прошли с репетитором, либо самостоятельно, тему «friends». «Friendship and love», «love and friendship». И у вас есть набор лексики, набор слов на эту тематику. Поскольку ЕГЭ состоит не только из слов, но еще и из аргументов. И это является гораздо большей проблемой для ученика, чем просто набраться голых слов. Так вот, ваша задача – открыть этот учебник по этой же тематике, которую вы только что прошли. «Love and friendship». И читать все эссе на эту тему. И далее выписывать оттуда аргументы «за» и «против». Ученик должен выписывать целые абзацы. Очень важно самостоятельно их не менять и не перефразировать, выписывая их себе в тетрадь аргументов. Это важно. Поскольку вы, к сожалению, наделаете кучу ошибок, которые вам не сыграют на руку, и вы потратите гораздо больше времени, чем просто переписывая их. Но суть в том, чтобы не выучить их наизусть, и это ошибка number one. Ни в коем случае не нужно учить их наизусть, потому что никто не отменял текстуальные совпадения, которые эксперт легко обнаружит. Особенно, когда кусок текста вырван из другого контекста, и видно очень, что это написано другой рукой. Когда у ребенка один уровень языка, и он пишет достаточно простыми предложениями, совершая какие-то ошибки, и потом бац! И он выдает прямо готовый идеальный аргумент с распространенными предложениями, идеально написанный. Это очень выбивается из текста. Вам не удастся провести эксперта, особенно профессионала, который сидит и проверяет, сидит и проверяет, и вас легко обнаружат эти текстуальные совпадения. Подсчитываться их количество, возможно, вам поставят 0 баллов за эссе. Будьте внимательны, ни в коем случае не учите ничего наизусть. Ваша цель, выписывая аргументы из этой книги, это набраться идей качественных. Потому что они не могут у нас содержаться в голове. Ну, все. Точнее, могут, но для этого нужно гораздо больше времени. А так мы за короткий промежуток времени можем воспользоваться всего лишь одним пособием и забрать оттуда эти идеи, не прилагая колоссальных усилий. Жду о себе поиском книг по истории английского языка, географии. Суть этой идеи в том, что на самом экзамене вы будете тратить гораздо меньше времени на то, чтобы придумать что-то, потому что в вашей голове уже будет база готовых крутых идей. Вот такая интересная фишка, которой я пользуюсь на своем курсе. Надеюсь, это было полезно и понятно. Вам ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем 100 баллов на Игорь Илья. See you.